Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, друзья! С вами Алекс. Я в очках. Я буду в очках, потому что я менял себе свет, сделал их помощнее, теперь оно мне в глаза слепит, поэтому, ну, в принципе, можно и без очков. В очках оно более эпично будет, наверное. Так что это видео буду в очках. Это видео я буду вообще снимать прямо с одного дубля, потому что все прошлые видео, которые я снимал, я делал прямо очень много дублей, и на это уходит столько времени, и потом, когда думаешь, так, прикольно бы записать видео на YouTube, и в голове вспоминаешь, блин, это надо три дубля, смотришь, слушаешь, как получилось. Было реально мало времени, но, в принципе, вот такое видео втыкнуть можно, если его снимать с одного дубля. Так, окей, вы перешли в это видео для того, чтобы научиться делать цветокоррекцию фона. Например, у вас фон какой-то ужасный, или там просто стена. Это все можно сзади затемнить маской и снимать, то есть очень много блогеров просто затемняет сзади то, что есть, и снимают, и получается круто. Вот в этом видео я покажу, как я делал свою цветокоррекцию. Можете посмотреть, как сейчас мой бэкграунд выглядит без, вообще без цветокоррекции. Вот, видите? Так, сейчас. А теперь я покажу, как он выглядит без дополнительного света. Опа. Так, это я выключил один свет. Так, сейчас выключу еще вот этого. Так, мне видно вообще там? Остались только лампочки. Ну, такая, типа, тут, знаете, на романтические темы, да, можно рассказывать? Я, может, потом как-то сделаю видео, как сделал все-таки дополнительный свет. Кстати, еще по поводу бэкграунд. Если вы просто берете какую-то ткань или хромакей, вот он. В инстаграме выложил фотку с ним, я немножко поэкспериментировал. Больше, на больше у меня времени не хватило. Вот эта штука хромакей называется. Я уже смотрел, она очень офигенно выделяется, она зеленого цвета. Ткань такая приятная. Вот, и просто вешайте хромакей, и там уже его можно красить как угодно. Так, ну что ж, у меня появился стол. А очки, наверное, я сниму, потому что я не понял, как я буду красить его. Немножко минус к эпичности. Так, ну окей, хорошо. Я в программе DaVinci Resolve, я это буду делать в программе DaVinci Resolve. Это просто офигенная программа для светокоррекции. Буду использовать я вот эту странную фотку. Я ее, кстати, обрабатывал недавно, запустил в инстаграм. Вот здесь можете посмотреть. Я ее сделал, сделал подпись, типа, похож ли я на Кейси Нейстад. И, по-моему, похож. Реально смешно получилось. Можете посмотреть у меня в инсте. Окей, я выбрал эту фотку, потому что, скажем так, здесь не очень крутой бэкграунд. Именно вот в этой фотке видно, что, в принципе, он норм. У Кейси Нейстад что-то похоже, только нормальное все. Тоже гараж. Но в данном случае наша задача затемнить его, чтобы его не было видно. Как много блогеров реально делают. Они снимают просто в какой-то комнате. И они не хотят, чтобы кто-то видел, что у них там сзади происходит. Может, там не убрано. Или еще просто они затемняют все. Блин, таких примеров просто сотни. Вы, скорее всего, их видели. Так что, начинаем. Итак, сначала на бал. Когда я начинаю вообще делать какую-то светокоррекцию, я смотрю на баланс белого. То есть, у нас есть здесь такая V-форма. Она открывается вот по этой вкладке. Здесь немножко непонятно это, потому что она немножко из-за этих ламп пересвечена. Но если посмотреть, то видно, что вот здесь тени, они немножко желтоватые все-таки. И первое действие, которое я сделаю, я просто вот потяну вот этот ползунок. Вот. Кольца Гейн немножко в сторону. В сторону синего. То есть, что такое желтые тени? Вот есть свет, да. Вот у меня на данный момент уже все освещение, оно дневного света. Поэтому у меня нет каких-то желтых теней. Но если вы снимаете с лампой, у которой желтый цвет, да, теплый такой, то... Вот, кстати, вот такая диаграмма сейчас есть. Где? Вот где-то здесь размещу. Видите? На ней видны желтые и синие, да, оттенки белого цвета. Поэтому, если у нас картинка желтая, вот как здесь, да, видно желтый тень. Сейчас мы отменим обратно. Видно, что желтый тень, то ее надо потянуть. Вот колечко Гейна, цветовые кольца, я его тяну немножко вот к синеватому. И вон, смотрите. Видите? Вот это было, вот это стало. То есть оно стало, оно уже не желтое, оно стало такое синеватое, но баланс с белым немножко поправили. Вот, то есть было, стало. Окей, это было первое действие. Дальше, что я обычно делаю? Это у нас здесь вот такая штука, это ноды. Когда мы нажимаем Alt-S, то нажимаем Alt-S, создается новая нода. Просто, если вы не знаете, что такое ноды, и не понимаете, как они действуют, просто повторите мои действия, и все. То есть, это очень крутая система, нод, именно DaVinci Resolve, поэтому я люблю эту программу. Если вы не понимаете, как они работают, просто повторяйте за мной. Создал новую ноду, дальше нажимаю вот сюда вот. И выбираю на Windows, выбираю круглую маску. Вот. Моя задача, я поставить где-то на лицо, вот я ее немножко растягиваю за это. Так. Сейчас. Я ее ставлю, так, это можно выключить. Ставлю примерно на лицо, и начиняю вот этим колесиком, общий свет, затемняю. Как видите, оно начинает затемнять там, где у меня лицо. Поэтому надо нажать вот на эту иконочку, инвертировать. Бам. И теперь затемняется все, что не входит в маску, в эти пределы. То есть, смотрите, было так, стало так уже. То есть, уже фон затемнился, уже стало прикольнее. С балансом белого, с затемненным фоном. Можно затемнить ее прямо очень сильно, да. То есть, бывает, и вот так делают. Прямо, ну, там ее можно уже играться, как бы, делать. То есть, уже фона не видно, но главное, что от человека, то есть, вас видно, лицо видно. То есть, вы уже можете рассказывать. То есть, вы находите в нормальном освещении, которое было изначально, но все, что вокруг вас, затемнено. Но не буду так сильно делать. Сейчас покажу, что можно еще сделать. Нажимаю на вот этот блюр. И вот этим ползунком это размытость. Видите оно? То есть, если у вас не супер какая-то крутая линза, она автоматически не делает в бокях. Или бокях, как-то так его называют. То вот этим вот ползунком можно сделать его. Видите? Все, что не входит, оно стало размыто. Ну, то есть, не обязательно прямо так делать. Но если вы чуть-чуть сделаете, то будет уже круто. Вот было, стало. Я еще немножко ее затемню. Вот. И, в принципе, это уже что-то. То есть, смотрите, было, стало. Так, я обычно еще... Так, что обычно? Так, еще раз. Alt-S, чтобы создать новую ноду. Можно добавить сюда немножко Teal Orange на новой ноде. Вот так вот. Бам. То есть, смотрите, было, добавили Teal Orange. Так, давайте еще раз по порядку. Еще раз удалю вот эту ноду. Нажимаем Alt-S. Что такое Teal Orange? Это мы смешиваем вот этими кольцами два цвета. Синий и оранжевый. Это Teal Orange. Очень популярная штука. То есть, мы просто тянем немножко за колесико лифта. Видите, оно становится синее. Потом колесиком Gain мы тянем и смешиваем эти цвета. Смотрите, что получается. Первое лицо становится более... Видите, покрасилось лицо в более нормальные цвета. Вот. И теперь я... Надо открыть лок кольца. Вот. И вот эти колесики уже в обратную сторону я немножко кидаю, чтобы не такое сильно синее все было. Вот. Смотрите. Вот так стало. То есть, еще раз. Было, стало. И есть такой... Возвращаемся на первый вот этот вот ползунок. И вот это сад, это насыщенность. Убираю, например, немножко насыщенность. Все равно стало не таким сильно насыщенным. Так. И, в принципе, уже... В принципе, вот с тем, что сейчас получилось, уже можно работать. То есть, фон затемненный, вас хорошо видно. Да. И цвета появились благодаря вот этому Teal and Orange довольно-таки приятные и прикольные. То есть, еще раз. Было, стало. Я, наверное, еще немножко затемню все, что не входит в маску. Сделаю немножко больше блюра. Вот. Ну, уже вот так можно вещать, видео делать. То есть, уже приятнее на вас смотреть гораздо, чем вот так вот. То есть, так вообще непонятно ни о чем вообще. И вот так вот уже прикольно. Уже прикольно. Я, наверное, все-таки еще немножко уберу насыщенность. Вот. Сейчас уже все. Стал вот так вот. Тут, кстати, цветокоррекция, которую я делал когда-то. Я ее сохранил. Я нажимаю сюда. Получилось вот так вот. То есть, первый раз, когда я с вами делал, оно так было. Сейчас оно вот так вот. Я бы здесь, наверное... Вот видите, вот все эти ноды, они тоже здесь. Я бы, наверное, здесь убрал немножко насыщенность. Нет, насыщенность, да. И добавил бы светлых. Не светлых, а середины. Вот. Вот. Ну, это уже такая, типа... Типа... Какой-то киношный. Ну, короче, вариантов играться много, но вот самое первое, то, что я показал, это вот самое рабочее. Вы просто сначала делаете баланс белого, потом накидываете маску, затемняете все, что там осталось. Потом добавили, например, немножко Teal in Orange'а. И все. Дальше уже там с насыщенностью поигрались, с цветами, немножко заблюрили. Это, то есть, размыли все то, что не входит в маску. И все. Ну что ж, надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если что-то оказалось непонятным или вы не поняли, напишите просто в комментариях, если надо, я запишу еще какие-то видео на эту тему. Я рад, что мое видео получилось сделать мне достаточно быстро, то есть, я не записывал кучу дублей, как обычно. И, возможно, таким способом у меня получится записывать больше видео. И, ну, собственно говоря, такими инструментами я делаю свою цветокоррекцию. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok